В этом видео хотелось поговорить о тупых колонах маразма и что же с ними стало. Более 8 месяцев назад моя жизнь на ютубе, да и в целом моя жизнь кардинально меняется. Буквально 8 месяцев назад, еще до того, как я создал канал в стилистике маразма, на моих плечах был канал с практически 30 тысячами подписчиков. Активность там была просто никакая. Просмотров по 500-несколько тысяч собиралось на роликах. И тогда я понял, что нужно как-то меняться. У меня тогда стояла цель набрать 100 тысяч подписчиков до 2022 года. И да, огромное спасибо, что мы все-таки это с вами сделали. Я исполнил детскую мечту, получил кнопку ютуба за 100 тысяч подписчиков, это невероятно круто. Но возвращаясь к тому каналу, где не было актива, там даже было менее 30 тысяч подписчиков так-то. И я понимал, что нужно меняться, ибо с этим каналом и нынешними темпами роста, ну не получится у меня к 2022 году набрать 100 тысяч на этом канале. Я не знал, как и что мне делать, как мне двигаться, когда я загорелся этой целью, постоянно был в апатиях, вечные раздумья на эту тему. И в один прекрасный момент я познакомился с канала Моразма, увидел в нем некую реинкарнацию Шевцова. Правда, конечно, другая направленность канала, но факт в том, что мне это очень понравилось. Я мечтал там записывать видосы, например, даже там под геймплей, получать за это огромные просмотры. Ну я так-то фактически занимался тем же на старом канале, но это было куда в более слабой форме, когда я там уже через какое-то время пересматривал свой старый канал, и я просто офигел. Насколько же выросло качество видеороликов. Вот мы не замечаем, как мы вырастаем физически, смотрим на фотографии, которые условно были сделаны год назад. Такое, конечно, работает в школьные годы, когда мы там формируемся. И мы просто офигеваем, как мы меняемся. И здесь абсолютно то же самое, и потом уже через время я понял, почему это не смотрели. Ну смотрели эти ролики человек 500, 2000. Ну и все же я тогда решаю создавать новый канал, этот канал, где был слабенький актив, какие-никакие 1027 даже подписчиков, подключенная монетизация, что очень важно. Этот канал я продаю. У меня на руках где-то было примерно 20 тысяч рублей, я уже создал там канал в стиле маразма, и просто начал делать подобные видосы. Все начинается с того самого ролика про Ферамира, и так я начал делать видео в стиле маразма. Начал привыкать к новой работе в новом объеме, потому что я начал выпускать видео три раза в неделю, я начал работать куда больше. Но я просто горел этим каналом, мне невероятно нравилось то, чем я занимаюсь, это было просто вау. Затем я начал покупать рекламу у маразма, одну за другой, и потихоньку меня это все приближает к сегодняшним дням. Когда на канале уже более 100 тысяч подписчиков, и я стал одним из клонов маразма. Благодаря рекламе у маразма меня еще и запомнили как брата маразма, кто вспомнит, тот поймет еще и прослезится. Помимо меня, и тем более после меня, клоны прям начали размножаться с какой-то небывалой скоростью. Когда входил я в эту игру клонов в стилистике маразма, там уже были такие творцы, как Гога, Мерзость, которого хоть и не считают клона маразма, но мы-то все с вами прекрасно понимаем. Ну конечно он не клон маразма, да и нет клонов маразма вообще, если в этой теме углубиться, скажем так. Так и окажется, что все на самом-то деле мы уникальны. Но тот факт, что он снимает видео также в стилистике маразма, превьюшки, конечно он не стал ставить фрукт на аватарку, но это уже мелочи. В конечном итоге, так называемым клоном маразма прозвать его канал можно. Ну и когда я еще только наблюдал, готовился с двух ног влететь в эту индустрию клонов маразма, я видел канал Гога, Мерзость, видел их просмотры и просто в тот момент я подумал, что я смогу так же, поэтому почему бы и не создать мне такой же канал. В итоге я создаю канал, вылетаю в эту индустрию как брат маразма, и это было поистине нереально крутое время. После меня начинает появляться новых клонов еще больше, и это превращается в какой-то целый тренд. И сейчас, спустя время, с момента, когда я стал клоном маразма, прошло более 8 месяцев, ну а что же сейчас с моим каналом, с каналами других клонов? На самом-то деле, если рассматривать вопрос с позиции именно крупных клонов, коих на самом-то деле и немного, никто никуда не делся. Конечно, в меньшем объеме стали работать некоторые из них, но все равно продолжать снимать и по сегодняшний день. И это связано с тем, что если взять тот же канал Мерзость, это не просто там какое-то увлечение его, но это его и работа, в первую очередь, которая приносит ему деньги и позволяет ему не ходить на обычную работу. Поэтому, если ему даже и надоело, и нет желания уже заниматься столько же, сколько он и раньше этим занимался, он просто взял и уменьшил количество выпускаемых роликов на канале, ну, как минимум, снимать все равно. Потому что, опять же, это не только его увлечение. Следующий канал, мой канал. Я темпа не сбавил, вот только, правда, не сбавил темпа в плане выпуска роликов. Не считая там истории, когда я лежал просто в больнице, и какое-то время я не мог публиковать видео на канале. Ну и как возможность появилась производить ролики снова, я возвращаюсь к работе и выпускаю видео в том же объеме. Но все же, что все-таки просело, так это просмотра. Возможно, это связано с тем, что я не делал видео уже с таким огнем, как это было первые несколько месяцев, когда я создал канал в стилистике маразма. Был огроменный поток идей и вдохновений, я летел домой после учебы, летел, чтобы записывать видосы. Постоянный недосып из-за этого, ну, мне это дико доставляло удовольствие и, конечно, отличный рост. Но если углубиться в это, мы помимо отсутствия вдохновения, нащупать еще и отсутствие нормальных идей. Вначале было столько идей, я даже какое-то время не знал, за что мне хвататься, что отснять. Было очень много идей, я все как-то потихонечку снимал. В итоге я выбирал из того количества, огромного количества идей самые лучшие. Сейчас же я стал себя часто ловить на мысли, а какое бы видео мне снять. Но несмотря на все это, я стараюсь снимать в том же духе, даже несмотря на то, что все равно многие перестали смотреть канал. Все равно уже ролики собирают не так, как раньше, хотя если взять октябрь, достаточно хороший такой месяц был в плане контента. Даже удается поставить определенные на канале рекорды, набрать в конце концов 100 тысяч подписчиков. Но все равно уже не то, как было раньше. Ну и что же будет с каналом дальше? Я не знаю. Думаю, что поддерживать канал в том же духе, возможно, даже какие-то титанические росты на канале будут вновь. И такое возможно. Все, как говорится, зависит только от нас. Возможно, я даже решу себя попробовать в чем-то новом и даже создам новый канал, на который всех массово вас попрошу перейти. Ну а пока этого не случилось, это не случилось. Да, логично. Ну и помимо меня также были другие клоны, появились и новые клоны, которых я не упоминал в предыдущей части. Даже несмотря на то, что эта тема с клонами Маразма вроде как начала загибаться. И вовсе нет. Да, мелкие каналы, которые кламировались у меня, у Маразма, у Мерзости, они в большинстве своем все закрылись. Либо же там снимают крайне мало, либо уж, что точно, низкие просмотра. Во многом это связано с их качеством каналов, хоть и у многих оно было приемлемым, но и также у многих оно было, ну, такое себе. И если поначалу с хайпом клонов Маразма это как-то было все равно классно трендово смотреть чуть ли не всех клонов Маразма, вне зависимости от их качества каналов, то в скором времени тренд прошел и стали смотреть только те каналы, которые, скажем, самые хорошие. Ну а от менее хороших просто начали массово отворачиваться. И также второй пункт, который свойственен этим клонам, забрасывание своего дела. Это связано и с выгоранием, например, я, несмотря на то, что я тоже так-то выгорел, периодически получаю там вдохновение и все равно понимаю, что я выгоревший по большей части. Я все равно при этом снимаю видео дальше, даже в том же объеме и не забросил канал, чего не сделали многие другие клоны, которые каналы сразу же при первом самотворческом кризисе позабрасывали. Ну и касательно других крупных клонов, которые недавно появились и которых я, соответственно, не называл в прошлом выпуске. Ну один из них так-то на самом-то деле появился позже меня месяца на два, но неважно, появился недавно. Но как минимум я не упоминал его в своем предыдущем ролике. Его канал, конечно, построен на историях и жизни, в отличие от канала Маразмом и его мерзости. Ну так-то у меня тоже были на канале истории жизни, но это не было моим основным контентом. Ну вернее, хотел так сделать, но в итоге не сошлось. Первые ролики были еще в нашей стилистике в плане тем, но затем канал перешел в ролики, которые связаны с мамками, с школьниками. Ну и как гласит описание канала, контентом на канале являются истории жизни. Превьюшки в стилистике Маразма, оформление аватарки в стилистике Маразма, там уже ягода. Так мы потихонечку и собираем свой огородик, хотя уже так-то давно собрали благодаря более мелким клонам. И канал еще одного клона, который буквально вот на днях жестко выстрелил, у него уже более 70 тысяч на канале. Я уже начинаю бояться свое почетное второе местечко среди самых крупных каналов в стиле Маразма. Ну и сейчас новая восходящая звезда Спрутиль. В его видосах также присутствуют вставки с игрушкой, аватарка здесь уже даже не что-то растительное, а игрушка, которая фигурирует в его видеороликах. Походу он решается не продолжать развивать наш огород. Ну и касательно самого канала. Как? 70 тысяч за один месяц, за более чем миллион просмотров он подписал на себя 70 тысяч? Даже канал Маразма собрал за последний месяц меньше подписчиков, просто даже интересно наблюдать за этим каналом дальше, что же с ним будет. Ну конечно нельзя там сказать, что он также будет невероятно дико расти, вполне возможно, что будет такой резкий рост, а потом резкий спад в росте канала и будет уже дальше растить черепашьими темпами. И каналам, которые резко стреляют, это на самом-то деле очень даже свойственно. Ну и при этом, конечно, нельзя сказать, что так будет точно, вполне возможно, что канал также будет дальше успешно расти, пускай даже меньшими шажками, но со стабильным, скажем, хорошим ростом. И на это у этого канала есть все шансы. Ну и такое заключение, касательно клонов Маразма, любой тренд подходит к своему завершению. Сейчас, спустя время, когда я снял первую часть этого ролика, прошло более 7 месяцев, и за это время тренд успел угаснуть. Хотя, глядя на канал Спрутили, который врывается месяц назад в эту индустрию, это все равно, конечно, никак не влияет на сам тренд. Но ведь все равно, как раньше, 8 месяцев назад, когда очень многие создавали каналы аналогичные Маразму, это уже все прошло, и такой массовости это дело уже не имеет. Появляются новые лица в индустрии, но это уже не в таком объеме, как раньше. И это нормально, ведь любой тренд проходит, и на замену этого тренда приходит другой. Порекомендую тебе мое видео на тему расставания Иванга и Марьяны Рок, какой же ужас. Также на тему концерта Кати Адушкина еще больше ужас. Ну так ты знаешь, на какие кнопочки нажимать, где оставить комментарии и как поделиться видео с друзьями, обо всем ты этом знаешь.